Топор был оружием древнейшим, то есть он начал свое развитие еще в период неолита каменного века. Вот, к примеру, сверленый каменный топорик, очень качественные работы. Фатьяновская культура – это, получается, северо-восток территории Центральной России. Это там Московская область и примерно Ярославская, Рязанская, примерно те ареалы обитания. Довольно интересны топоры тем, что в нем просверлено, проушено под вставку рукояти. Ну и, соответственно, это именно боевой топор. По характерным чертам, исходя из формы, это видно. Вот бронзовые топоры – это XVI-XIV века, это бронзовая эра, юго-восточная Европа. Это, вероятно, скифские топорики, то есть тоже, скорее всего, боевые, потому что размер их в оригинале достаточно небольшой. И есть такие характерные особенности, как довольно узкие топорища, которые позволяли наносить более точечные удары. Ну и на последней фотографии вы видите именно период, когда топор перестает быть оружием, но уже он давно перестал быть оружием к тому времени, и становится инструментом и к тому же широкого хождения. Это топоры, русские рабочие топоры XVIII-XIX века. Соответственно, по порядку их можно распределить, то есть I-XVIII и дальше к концу XIX века. Как атрибут война в раннем Средневековье топор на территории Руси встречается довольно часто. В захоронениях боевые топоры попадаются гораздо чаще, чем мечи, но реже, чем копья. Анатолий Николаевич Кирпичников писал еще в 1966 году о том, что было найдено имя более 1600 экземпляров топоров на территории Древней Руси. Но с учетом того, что у нас уже довольно много времени прошло, а больше каталогов таких объемных не писалось, как писал Анатолий Николаевич. Это очень известный советский археолог, если вдруг кто не знает. Можно сказать, что с момента середины второй половины, точнее, XX века и до наших дней общее число находок должно переваливать тысячи за три, возможно. Это с учетом еще варварских деяний черных копателей. Повсеместно на Руси находят в мужских захоронениях топоры, причем иногда топор явно боевого назначения и отдельно топор явно рабочего назначения. В нерусские летописи, они не очень активно представляют топор как именно оружие профессионального воина. Несмотря на то, что их находят и в воинских захоронениях, там, где видно, что похоронен профессиональный воин, и в захоронениях простых общинников, простых славян, простых русов и скандинавов период до XIII века. Топор в летописях любят изображать в осадных сценах, как инструмент, но тоже, тем не менее, боевой. По видам и формам, как нам определять, боевой это топор или все-таки рабочий. Вероятнее всего, у большинства найденных на территории Древней Руси на IX, X, XI века топорах было двойное назначение. Однако, находят как преимущественно военные топоры, так и довольно крупные, тяжелые, массивные рабочие топоры, которые редко использовались на войне. Вот вы можете видеть на первой картинке именно боевой топор, чекан. Он был не очень тяжелым и не очень большим, чтобы рука не уставала им работать, так сказать, рубить. Ниже вы видите пример рабочего топора. У него был и вес больше гораздо, и шире рабочая зона, чтобы можно было заниматься и плотницкими работами. И, соответственно, массивнее обух был. Ну и, естественно, менялась длина топорич. Обычно у рабочих она была длиннее. Переходим к типологии. Анатолий Николаевич Кирпичников создал типологию, исходя из всех форм, найденных археологами с XIX века топоров, ну и всего другого оружия, в данном случае топоров. Он все организовал вот в одну такую большую таблицу. По типам кратко пробежимся. Тип-1 бытует у нас от X до XIV века, но мы будем рассматривать варианты, которые ближе к нам по времени. Вот раннее Среднеяковье, это X-XI век. Чекан. Это маленький топорик обычно с узким лезвием. У него неширокая ударная часть специально, чтобы создавать направленное приложение сил именно в той точке удара, в которой она попадает. Характерно тем, что на тыльной части обуха есть оттянутый молоточкообразный такой отросток, молоточек. Вероятнее всего, пришел на территорию Руси и соседи ее из степей, точнее он пришел на Русь из степей, и в дальнейшем распространялся с территории Руси либо как уже изготовленный на ее территории инструмент, материал, либо как тот же самый импорт, то есть через Русь. Попадал, к примеру, через путешественников, через торговцев, попадал в Скандинавию и в Западную Европу, к примеру, на остров Готланд. Это тоже в Балтийском море, можно тоже считать Скандинавией. Вот на схеме вы видите находки из гнездов, это в Смоленской области. То есть топорик такой довольно интересной формы сверху, и второй топорик попроще. Тип 1А тоже относится к типу 1, но отличается тем, что у него, во-первых, более широкое лезвие, и тыльная сторона обуха не просто как молоточек выглядит, а вот такой грибовидный, то есть выпуклый. И, соответственно, более оттянутое вниз лезвие. Аналоги имеются на территории Польши подобные и на территории Пруссии. Тип 2. Это у нас тоже чекан. Характерная часть, его еще называют двусечным. Это небольшая ошибка. Считалось то, что две части были заточены. Это уже не молоточки идут, это две плоские стороны. То есть с одной стороны оттянуто, точнее, с одной стороны обуха оттянуто и лезвие. На самом деле затачивалось только лезвие непосредственно. То есть вот оно у них, соответственно, с правой стороны. Найдены в основном в дружинных курганах исключительно с X по XI век. Вот характерная особенность, это прям трапециевидная такая форма лезвия. Дальше идет у нас тип 3. Это один из самых широко встречаемых на территории Руси типов топоров. Бутует он с X по XII век. Топор узколезвийный, то есть нельзя исключать преимущественно боевое назначение. Его характерные особенности, это оттянутые щековицы. Это вот такие отростки на обухе, которые позволяют ему лучше обхватывать топорище. И, соответственно, увеличенный с задней стороны обух массивный. Найден он не только на территории Руси, но и за ее пределами. В Пермской области, в Прибалтике, Польше, Сербии и на острове Готланд. Это у нас находка из Веськово, Ярославская область. Тип 4 схож по конструкции обуха с типом 3. Единственное различие идет уже в форме самого лезвия. Тут оно оттянуто вниз. Это один из типов так называемых бордовидных топоров. У них характерное оттянутое вниз лезвие. Именно поэтому они так называются. Здесь уже в зависимости от формы, в зависимости от веса и размеров, габаритов, можно говорить о том, что эти топоры были найдены как боевые, так и рабочие. А возможно и спаренного назначения. Соответственно, ниже у нас тип 5. Это вот уже такие секиры. Вот прям приближенные больше к нашим современным рабочим топорам по форме. У них верхняя часть лезвия практически прямая, а нижняя опущена практически так же, как на бордовидных. Здесь уже щековицы опущены, но не так гипертрофированы, как на предыдущих типах 4 и 3. В основном распространены на территории Северной Руси. Южнее Ярославля и Владимирской области, как правило, не встречаются. Ну и, соответственно, рабочие топоры такого типа встречали в комплексах с оружием, с мечами, копьями и луками. Так, тип 6. Конец 10-го, начало 11-го века. Это у нас бордовидная секира с оттянутым к низу лезвиями с двумя парами боковых щековидец. То есть опять же попадается технологическая особенность предыдущих типов. То есть на территории Руси она была довольно распространена. В принципе, ничего такого особенного в них нет. Вот, собственно, такая, абсолютно такая же. Только нет вот этого оттянутого вверх и вниз подлинного обуха. Но щековицы присутствуют. Распространены главным образом в Средней и Северной Руси, приходя из Центральной и Северной Европы. То есть, вероятно, все заимствованы. Заимствован также и нижний тип, тип 7. Он пришел к нам, вероятнее, с территории Скандинавии или Северо-Западной Европы. У нас их найдено довольно мало. Именно боевой топор, скорее всего. И в большей части случаев он был топором знатных воинов, потому что он, во-первых, массивный, довольно такой большой. И мы это прослеживаем по источникам из Западной Европы и из Северной Скандинавии. Точнее, просто из Скандинавии. Там обычно ими сражались знатные воины англосаксов, норманов, даннов. Это у нас прослеживается на гобеляне из Байо. Если кто видел, это XI века. Изобразительный памятник с территории Франции, Нормандии. Там изображается завоевание Англии герцогом Велигельмом I нормандским. Ну и последний тип, тип 8. Топоры с узким лезвием и с оттянутыми щековицами. Для XI века это уже архаичная форма, схожая с типом 3, однако является скорее признаком застоя в некоторых восточноевропейских культурах. Например, часто встречаются в предуральской Перми, в тех племенах, которые там обитали, и некоторые балтские и финские племена. Вот тоже, соответственно, топоры этого типа, только без выраженных щековиц. Если подытоживать типологию, можно сказать то, что с IX по XI век на территории Руси развивалось и пребывало максимальное количество типов вооружения, топоров, потом они уже начали потихоньку упрощаться, стандартизироваться. Во-первых, это было вызвано тем, что была активная торговля, опять же, активные связи как военные, так и экономические соседями. Вот, в принципе, большую часть типов вы можете видеть на этих археологических находках из российских музеев. Тот же самый путешественник Ибн Фадлан, к примеру, это X век, арабский путешественник. Он, несмотря на то, что он довольно мутный товарищ, и в начале книги пишет одно об русах, а в конце совсем другое и не очень приятное, но при этом в тех же самых декорациях, он упоминает то, что русы постоянно носят с собой оружие. И русы и славяне, не только мечи или копья, но чаще всего топоры. То есть можно предположить, что топор был обязательным инструментом путешественника и вообще в быту был одним из основных инструментов. Зачем дырочка? Дырочка, одна из версий, она для того, чтобы крепить чехольчик, чтобы не резаться и чтобы не тупилось, не ржавело лезвие заточенное. Это вот такой деревянный предмет с выемкой под лезвие, который зашнуровывался, как раз через это отверстие привязывался. Об упоминании об использовании и ношении славянами и русами топоров у нас встречаются у Ибн Фадлана, вышеописанного, Ибн Мисквейха, это тоже арабский путешественник, и Лев Диакон, это хронист византийский, греческий. Они упоминали о том, что русы вооружаются топорами и в бою, и в дорогу. Археология находок у нас преимущественно не отличается от находок мечей и сабель, но больше сконцентрирована на севере, то есть это древнерусские города Новгород, это Старая Ладога, Рюриково городище, Старая Русса. На северо-востоке это Ярославская область, опять же Гнездово, Смоленск, но там по большей части военные снаряжения найдено, Чернигов, Киев. Но вот как вы можете видеть по карте, основная масса встречается именно на севере и северо-востоке. Вот некоторые фотографии археологических находок. Вот это топор из Бобруйска с территории Республики Беларусь, найдено в 2019 году вместе с уникальной находкой русским сфероконическим шлемом типа Черная могила. Вот как на манекене, который перед вами, подобного типа. Справа находки из Гнездово, Смоленская область 10-11 века. Вот как раз можно проследить, как разнилась типология. От довольно массивного такого чекана типа 2 до тип 1, маленький конкретно боевой чеканчик. Вот тот же чекан из Гнездово. Уникальной находкой можно считать топор из Шекшова. Уникален он тем, что является одним из первых найденных топоров с явно военными и парадными назначениями. Он богато украшен серебром, серебряными накладками. И на нем еще выгравированы символы княжеской власти Рюриковичей на обухах. Ну и теперь плавно перетекаем к соседям. Они у нас тоже активно использовали топоры как часть своего вооружения. Слева вы видите топор из Лангейда, Норвегии, 11 век. Это так называемый Бродакс, широкий топор. Топоры подобного типа были распространены по всей северо-западной и западной Европе за счет нормандских завоеваний. Нормандских северных завоеваний, то есть походов викингов. Ну и, соответственно, это было оружие привилегированных воинов. У скандинавов и англосаксов попроще. У них, конечно, и топоры были гораздо проще. Справа вы видите топор и копье из Паладарю. Топор с характерным таким широким лезвием для Западной Европы. Довольно характерная форма. Вероятно, мог быть как и рабочим, так и боевым. Потому что, как и на наших топорах, виден этот отросток под лезвием, который, возможно, применялся при штурме. Вот степные топорики сфотографированы в музее Саратовской области, найдены на территории Пензенской и Саратовской области. Вот видно, какое влияние оказывали на русские топоры, именно восточные чеканы. То есть здесь преимущественно чеканы предоставлены. Они, вероятно, и боевые, и рабочие. Точнее, нижний явно боевой, а верхний с двойным назначением. И уникальная находка – это такой лунообразный топор с широченным лезвием и с инкрустацией серебром, найденный на территории Познания Любони, Польша. В 11 веке он был ходовой. Точнее, он найден и датирован 11 веком. У него очень широкое лезвие, и, вероятнее всего, он был такого же парадного назначения. Вот топоры с острова Готланд в Скандинавии. Топор слева, он типичен для многих скандинавских регионов, для Швеции, к примеру, и Норвегии. Точнее, для Швеции и Дании. Топор справа – это вот именно уже военный атрибут за счет своего декорирования. Подобный топор, по-моему, еще был найден в Лондоне, в Темзе. Вот рабочий франкский топорик 9 века с широким, плотницкий, вероятнее всего, и с молоточком на обратной стороне. Дальше у нас идут современные реконструкции. Здесь у нас представлены аланские топорики вместе с саблей 10 века. Вот сверху мы видим довольно массивный спаренного назначения топор с широким лезвием, таким лунообразным, загнутым. Чекан поменьше, гораздо снизу. Далее, это у нас из Владимирской области 11 века топор, типа 1, по Кирпичникову. Он, видите, он довольно маленький. Вот можно сравнить с человеческой ладонью. Он не слишком массивный и, вероятнее всего, он был скорее показателем статуса. Субтитры создавал DimaTorzok